Ситуация вышла из-под контроля, и эта напряжёнка длилась на протяжении многих лет. Не думаю, что произошло это в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. В конечном итоге всё это вылилось в конфликт. Позиция России всегда заключалась в том, что мы должны без всякого кровопролития прийти к договорённостям. Так была выстроена наша позиция и в Минской группе с председателями, где являются Россия, США и Франция. Мы всегда на протяжении многих лет, я сейчас повторю нашу позицию, исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха. Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее. Должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией. Для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор, то есть это коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом. Почему Лачинский? Потому что район, по которому проходит этот коридор, проходит эта дорога, так и называется Лачинский район. Вот, собственно, здесь ничего сложного нет. Позиция Турции основана на том, что, это публично же заявлено, на том, что Турция защищала, как они считают, правое дело Азербайджана, а именно возврат территорий, которые были оккупированы в ходе боя и столкновений в 90-х годах. И международно, с международной правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, это все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики. Значит, повторю еще раз, сама Армения независимости Нагорного Карабаха не признала, и поэтому в этом смысле, имея в виду это обстоятельство, то есть там Нагорный Карабаха, это тоже с точки зрения международного права, тоже Азербайджан. Но ситуация, на мой взгляд, сложнее, чем просто простые нормативные постулаты, в том числе и международно-правовые корни в этническом конфликте, который начался еще в Сумгаите, а потом перекинулся в Нагорный Карабах. Здесь у каждой стороны своя правда, и армяне Нагорного Карабаха в свое время взяли за оружие для того, чтобы защитить в своей жизни достоинство. И создалась ситуация та, которая сложилась на момент обострения конфликта в данном, в этом году. Значит, но мы договорились, хорошо известно, в рамках трехстороннего заявления о том, что боевые действия прекращаются, и вот здесь очень важная вещь, договорились о том, что стороны останавливаются на тех позициях, где их застало подписание нашего трехстороннего заявления. Вот там должны все остановиться. В этой связи возникает и много таких технических вопросов, которые связаны с инфраструктурой. Кстати говоря, вот эта договоренность о прекращении боевых действий, она очень важна, я уже тоже об этом сказал, потому что она кровопролитие прекращает, люди перестали гибнуть. Вот это чрезвычайно важная вещь, это вообще принципиальная, вот все остальное это второстепенно. Жизнь и здоровье людей, это самое, сохранение жизни и здоровья – самая главная задача, которую мы решили. Спасибо.